С Егором Шипом нас связывает очень хорошая дружба. Очень многие думают, что мы с ним муж и жена, но это все прикол и шишки. Я вообще не знаю, кто это сделал в Википедии. Это так забавно, потому что в один момент просто он начинает это выкладывать, отмечать. Я сначала подумала, что это сделал Лонак, я говорю, зачем ты это сделал? Он говорит, типа, это не я, это кто-то сделал из поклонников. Так что я очень рада, что эта информация пропала, потому что очень многие реально серьезно думают, что я муж и жена. Наверное, это был отпуск с семьей в Египте и отпуск с Юрой в Монако. А с Клавой мы отдыхали в Дубае, это был ноябрь, по-моему. Но мы там не вместе отдыхали, мы просто раздельно приехали, но там виделись. Поэтому это был несовместный отдых. Нет, мы с Клавой не вместе прилетели. Я ее встречала, когда она там прилетела. Мы там несколько раз встретились и потом проводила ее в аэропорт. Но, тем не менее, я вообще отдыхала тогда с Монако. Наверное, самый запоминающийся момент в этом году – это, блин, я не знаю, просто я не знаю, что именно рассказать. Потому что их было настолько много, и у меня, в принципе, нет какого-то такого единого, самого яркого момента. Но, наверное, самые такие теплые моменты, связанные были в августе, в сентябре – это было написание альбома. И, конечно же, декабрь, потому что очень много мечт исполнилось, очень много знакомств таких судьбоносных, как мне кажется, произошло. Очень много было классных съемок, о которых я раньше только мечтала и видела там разные шоу, программы, а теперь я в них участвую. То есть, например, там тоже Вечерний Ургант, или там, не знаю, Малахов, Галкин. То есть, такие какие-то вещи со мной случались, о которых я раньше там уже мечтать не могла. Вы знаете, Монако – прекрасный курорт. Очень там красиво, очень все кукольно, прикольно. Если это можно так назвать, роскошные, конечно, там локации, роскошные жизни людей, автомобили, одежда, все, там все шикарно. Но нет. Потому что, наверное, я больше за уют, а мне там уюта не хватило. Мне кажется, что это классный курорт для проведения свободного времени, но жить бы я, наверное, хотела в другой стране. И, в принципе, мне очень нравится Россия, мне очень нравится Москва. И пока что в нынешнее время, в нынешний этап своей жизни я не вижу себя в какой-то другой стране. Потому что мне нравится вся инфраструктура в Москве, мне нравится, что можно сделать ногти в любой момент, когда ты хочешь. Мне нравится, что ты можешь сделать ресницы, мне нравится, что ты можешь поесть в любое время суток. Можно сделать все, что угодно. И Москва, конечно, в этом плане самый лучший город для жизни, самый комфортный. Единственное, погодку бы, как в Монако, вот это было бы круто. А так, наверное, я пока что никуда не хочу переезжать. Возможно, в будущем куда-то перееду. Не хочу просто обижать Монако, но мне кажется, что вот именно наличие классных и близких людей делает там отдых незабываемым. А так, если ты попадаешь одному, ну, погулял ты там день-два, ну, посмотрела, а дальше там делать ничего. В конце 2020 года, я бы сказала, не кисни 2021 год, будет топ, исполнится много твоих мечт, это только начало. Не давай, не падай духом, все только будет, ты зря раскисаешь. Я бы, наверное, себе сказала вот так. Субтитры сделал DimaTorzok